А уже вот с 16 лет уже встала я за конвейер. И у нас конвейер запускался в 6 часов утра. Зажарку не стала делать. Не хочу слишком, чтобы было жирное. В общем, будет такой вот легкий супчик. Настя посмотрела на мою картину, оценила, ей понравилось. И решила тоже заняться разукрашиванием. Сейчас быстренько-быстренько мы с тобой давай на остановку. И все, там зайдем уже будем в помещение. Занимайте места согласно купленным билетам. Начинаем смотреть фильм. 5 часов утра, девочки. Я проснулась. Проснулась, лежу, смотрю. На деревьях, на листочках солнце уже отожжается. Представляете, уже солнце поднимается. Ну и я встаю. Что делать? Хорошо, когда еще прохладно. Можно хоть себе человеком почувствовать. Пошла я умываться, пить кофе. Девочки, без 20.10 я только закончила монтировать видео. Видео у меня тут длинным получилось на 45 минут. И оно придет, выйдет с опозданием. Но, слава богу, я с ним закончила. На улице еще пока что 27. О, птички разлетались, раскричались ласточки. Но у меня еще пока что дверь открыта. Солнце, когда развернется сюда в час, уже надо будет закрывать все шторы, все окна. У меня за часу еще есть немножко времени. Я сейчас быстренько поем кашу свою, овсяночку. И хочу все-таки доделать эту картину. Вот осталась самая такая мелюзга, девочки. Вот вообще. Разглядеть вот эту мелюзгу очень трудно. И самое главное, что здесь на картинке тоже трудно вот это все увидеть. Я взяла еще одно увеличительное стекло. Буду вот так вот ложить на зону. Я уже даже обвела зоны. Вот эта зона, это находится у меня вот здесь. Нужно будет дорисовать. Вот она. В общем, короче, самая нудная, самая нудная осталась мелкота, где вообще цифр не видно. Хочу доделать картину. Я упрямая. Вчера открыла все вот эти краски, потому что каждая точечка это разный цвет. А эти краски начинают быстро очень сохнуть. И, в общем, нужно, чтобы поставить одну точку, нужно открыть одну краску, размешать ее, поставить точку, помыть кисточку, закрыть краску, найти другую точку, найти цвет, открыть краску опять. И вот это вот с каждой краской, в общем, много очень, слишком движений делать ради маленькой какой-нибудь точечки. Самая нудная работа осталась. Девочки, ура, 12 часов только я уже успела закончить картину и уже даже покрыла ее лаком, видите, положила ее сюда сохнуть. Под лаком краски становятся ярче. В общем, ну вот как-то так нарисовала. Тут, конечно, вот некоторые мелкие точечки я уже рисовала так от себя, потому что там уже цифры разглядеть ни тут, ни там невозможно было. Ну, в общем, в общем, картина получилась вот такая. Ну, ничего так. Под лаком она вообще как настоящая. Ну, вот высохнет. Найду, куда ее поставить. Девочки, наконец-то я опубликовала вам видео уже полчетвертого дня. Картинку я поставила пока сюда. Пусть пока тут постоит. Рамки еще нет. Это еще надо будет купить. Ну, в общем, в целом, хожу вокруг картинки, смотрю. Ну, для первого раза неплохо, в общем-то. Самое главное, что это моя работа, мои труды. И это нужно, ну, конечно, не выбросить в мусорку, но на стену вешать мне кажется, что, наверное, не стоит. Кстати, посоветуйте мне, стоит мне, не стоит вешать на стену в рамку эту картину или куда-нибудь ее подальше спрятать, чтобы она не очень была здесь видна. Ну, по крайней мере, на этой стене будет ли она тут смотреться, мне вот вопрос. Или вообще на эту стену не вешать, куда-нибудь другое место повесить. Вот, девочки, я вчера начала смотреть фильм «Хэмлок Гроув». Такой мистический сериал. Ну, в общем, интрига есть, захватил он меня. Я уже девятую серию сейчас собираюсь смотреть. И, в общем-то, очень хорошо под сплит-системой лежать и смотреть какой-нибудь увлекательный фильм. Наверное, на сегодня это будет все. Всем доброе утро, девочки мои. И я проснулась. Сегодня суббота. Сегодня я целый день проведу с Настей. Скоро приведет мне сын ее и сам поедет на работу. Я Настю отведу сегодня на тренировку. Отвезу. И два часа, наверное, буду там околачиваться. Потому что по такой жаре туда-сюда кататься, в общем-то, не кайф. Не то, чтобы кататься. Но три остановки от меня нужно будет проехать. Если там будет в помещении не жарко, а прохладно, то я там лучше, наверное, Настю подожду. Потому что, ну, я так подумала, я приеду сюда, побуду дома там, ну, час от силы. Потом мне надо будет опять телепкать по солнцу на остановку, ехать и остановки туда. И потом опять там по солнцу, по солнцу. В общем, за такой жары буду там торчать. Не знаю, в магазин, может быть, зайду там прогуляюсь. В общем, конечно, утомительно это. Ну, ладно, не в этом сути. В общем-то, суть в чем? Я сейчас хочу сварить супчик. Супчик с курочкой. Куриное филе без косточки, без кожи. И я хочу сварить такой легенький супчик, без зажарки сделать его. Просто сварить курочку, кинуть туда лапшу. Ну, одну картофелинку, может быть. И, в общем, там чуть-чуть морковки и лука. Я даже зажаривать не буду, а просто кусочками такими порежу, чтобы... Ну, Настя морковку не любит. Я ее порежу крупно, чтобы она могла ее убрать. Нам надо будет потом прийти с тренировки и пообедать вместе. Вот, поэтому сейчас пока еще не жарко. Пока у меня еще двери, окна открыты. В общем, я хочу сейчас быстренько-быстренько сварить супчик. И, кстати, в такую жару обычно супы, борщи я охлаждаю. Я не жду, пока они сами остынут. Потому что уже было не раз, когда в процессе остывания оно уже поднимается шапкой и начинает киснуть. Оно, в принципе, не успевает остыть. Поэтому надо будет сварить и в тазик с холодной водой поставить. В общем, охладить и убрать в холодильник. Так обычно я и делаю. Вот, что еще, что касается картины. Кстати, я почитала ваши комментарии. Да, многие пишут, что есть маленькие такие детали, которые их вот не видно, и циферки не видно. И, в общем, приходится уже в конце импровизировать. Девочки, у меня действительно тоже уже терпение лопнуло. Там не видно уже и даже на этой картине, и на той картине не видно циферок. Их так много, вот уже этих точечек маленьких и все разного цвета. В общем, я задолбалась оттуда-сюда это все открывать. В общем, короче говоря, я уже так примерно на свой глаз немножко там уже эти точечки позаполнила. Картина, в общем, дорисовала, лаком покрыла. Я вам показала уже. И, в общем, картина вот она пока стоит. Я пока еще не знаю, в рамку ставить, не ставить. Но, в любом случае, рамки здесь в ближайшем месте не продают. Это надо будет ехать опять в Икею, выбирать рамку. Но я еще не придумала какую-то картину эту вешать. Буду вешать или не буду. В общем, пока она стоит. Что еще на сегодняшний день вам сказать? Я еще не знаю, что мы с Настей будем тут придумывать. Потому что гулять по такой же ареи совершенно нету никакого удовольствия. Скорее всего, мы будем сидеть дома. Ну, чем-нибудь будем заниматься и что-нибудь будем смотреть. В общем, будем выбирать вместе, что смотреть. Ну, а чем мы будем заниматься? В общем, мы будем уже сами придумывать. И потихонечку я, может быть, по чуть-чуть вам сниму. Я вообще так думаю, что особо снимать будет и нечего интересного такого. Ну, что-нибудь да поснимаю по чуть-чуть вам. Кстати говоря, что я хотела еще сказать. Я вспомнила, почему я привыкла так рано вставать. Вот я, например, если встаю рано, да, то я могу встать уже сразу, пойти к умывальнику, умыться, уже чувствовать себя бодро. Прямо уже, знаете, как будто я встала и уже кнопка включилась. И я погнала-погнала что-то делать. У меня нету такой долгой раскачки. Ну, пока я кофе попью, я, в принципе, уже и просыпаюсь. Уже даже в процессе того, как я умылась, я уже и просыпаюсь. Ну, это, видимо, может быть привычка с давних лет. Я же еще с молоду работала вот на заводе, на фабрике. Я помню еще в 15 лет, когда после 8 класса я пошла в ГПТУ. Ну, первый год у нас была практика, теория. В общем, полдня практика, полдня теории. А уже вот с 16 лет уже встала я за конвейер. И у нас конвейер запускался в 6 часов утра. Я в 5 часов уже была на остановке. Первый трамвай у нас шел в 5 часов. И мне нужно было на этот первый трамвай попасть. Он шел 40 минут. Потом я быстренько забегала в раздевалку, переодевалась. Уже в 6 часов была за конвейером. Вот уже такая привычка выработалась с тех молодых лет. А и потом, после фабрики я работала на заводе, тоже в 7 часов уже начиналась смена. Если кто-то опоздал на проходной, в 7 часов ровно людей отводили в кабинет. Мало того, что там чехвостили. И потом позорили по громкоговорителю на весь завод. Перечисляли фамилии, кто опозорился, кто опоздал. И в общем, не хотелось быть опозоренной. Один раз я опоздала, мне этого хватило. И в общем, потом уже все. Я будильник ставила подальше от себя. Кровать здесь. А я будильник там через всю комнату ставила на телевизор. Для того, чтобы скачать, пробежать до будильника, его выключить. И больше уже к кровати не подходить. В общем, с молодых лет это выработалась привычка. Сразу уже быть, как говорится, включенной. Проснулась, встала, все, включилась. Ну и вот уже последующие годы тоже, когда я работала даже на бытовой технике. И я очень боялась что-нибудь забыть, проспать на работу или еще что-то. Хотя работа начиналась не так рано. Но тем не менее, когда я вдруг просыпалась, я сразу начинала включать мозг. Включаю мозг и сразу начинаю думать. Так, что сегодня за день? Что мне нужно сегодня сделать? И вот так вот сразу, у меня мозг уже когда включился, когда я заработала мозг, уже я уснуть не могу. Вот такие вот привычки. Ладно, девочки, давайте не будем долго, в общем-то, разговаривать. Начнем варить суп, время-то идет. В общем, девочки, закипела у меня курица. Пенку я сняла, положила туда картошку сразу. После картошки тоже пенку сняла и сразу закинула морковку. Я крупно порезала морковку и мелко порезала лук. Зажарку не стала делать. Не хочу слишком, чтобы было жирное. В общем, будет такой вот легкий супчик. И уже в конце, уже перед, за 3 минуты до конца, вот эта лапша роут, она у меня немножко есть. Ну, посолю в процессе вкусной солью. Лавровый листик уже кинула. И еще зелень туда добавлю в конце. И все, вот такой вот у меня будет легкий супчик с лапшичкой. Сама с удовольствием пое. И Настя, я думаю, тоже будет кушать. Все, девочки, супчик мой готов. Я его сейчас отставлю. И надо будет остудить. Настюля уже пришла ко мне. Нам на тренировку где-то через часик выходить. Настя посмотрела на мою картину, оценила, ей понравилось. И решила тоже заняться разукрашиванием картинки. Ну, у нее картинки попроще, но тоже с подсказками. Да, Настюля? А я смотрю, у Алекса Брежнева остужаю свой супчик, чтобы убрать его в холодильник до нашего ухода. Ну, и вот пока так. Пока ждем, когда нам на тренировку идти. Так, ну, давайте посмотрим. Посмотрим, ну-ка. Молодец какая, смотри, разукрасила. А из какого-то это из мультфильма? Это из мультфильма «Золушка». Золушка. Молодец, умница. Смотри, разукрасила разными цветами. Приближенными, которые здесь нарисованы, даны краски. Да, вот. Это коричневый. Тут бежевый. Да. Вот он голубой. Ну, это такой оранжевый, да. Не нашла такого. Вот. Ну, в общем, короче, подсказки есть. И фантазию включила, где нет подсказок. Молодец, молодец. Все, девочки, мы одеваемся, обуваемся. Я включенным сплит оставляю. У меня там включено 26 градусов. В комнате 26 градусов. Я хочу, чтобы у меня так и осталось. Закрыла жалюзи. А на улице у нас 31. 31. И, в общем-то, уже в самую жару, в самое пекло у нас тренировка. Хотя немножко солнышко куда-то припряталось. И пока там не сильно жарко, мы решили уже выехать и отправиться. Все, ты обулась? Ну, пойдем. Ну, все, девочки, мы вышли, топаем. В общем, не стала я одевать шляпку. Вообще, сейчас только что солнышко не светило. Стоило только выйти на улицу и начало солнце светить. Ну, мы сейчас по-быстренькому. Настя громко поет песню, чтобы ее услышали. Так ты подойди тут и спой нам, чтобы мы слышали. Не стала очки даже одеваться. Сейчас быстренько-быстренько мы с тобой давай на остановку. И все, там зайдем уже будем в помещение. А обратно нам даже и не нужно будет. И не нужно будет нам на солнце особо находиться. Самое солнце это через дорогу перейти и все. Ну, душно на улице. Ветра нет. Когда ветерочек чуть-чуть дует, оно вроде неплохо. Сейчас вообще полный штиль. Полный штиль. В общем, девочки, Настю я оставила на тренировке. Вот хорошо, что здесь пока еще тенечек. Можно здесь спокойно прогуляться. Ну, я, собственно говоря, пройдусь по магазинам. Зайду в тот магазин, где я покупала полуфабрикаты. Кстати, очень вкусные. Там большинство в основном мне понравилось. Ну, я сначала зайду в магнит. Забыла список дома. Помню только, что нужен хлеб. Ну, ладно. Самое главное, что хлеб надо купить. Остальное посмотрю, может, что-нибудь вспомню. Кстати говоря, в помещении, в раздевалке там сплит-системы нет. Ну, там попрохладнее, чем на улице. Ну, и все равно все-таки довольно-таки душноватые. Вот, я не знаю, вот эти продукты у меня там два часа будут лежать. Или, может быть, съездить домой, их отвезти. В общем, ладно, посмотрим. Сейчас возьму что-нибудь из продуктов такое, что полежит. Не то, что будет таять. В общем, самое главное, надо взять хлеб. Остальное все так. Девочки, я опять зашла в магазин, где много всякой вкуснятины. Смотрю, рулетики из баклажан, баклажаны, пармезан, кабачки. Там вот фаршированные помидорчики, баклажаны, кабачки тут всякое. А там дальше и котлетки, и пирожки из дома. Столько всего вкусного. Надо сейчас чего-нибудь взять. Я тут вот брала в прошлый раз. Столько всего вкусного. Мне вот эти чебуречки понравились. И рулетики понравились. Котлеты вкусные вообще. И пирожки были очень вкусные. В общем, цена меня устраивает. Самое главное, готовить не надо. Сейчас такую жару. Девчата тут готовят. Все, девочки. Прошлась по магазинам. Взяла в магните что-то. И вот этих вкусняшек всяких понабрала. Короче говоря, хорошо, что здесь есть такой диванчик. Тут еще такие вот есть диванчики. В общем, до конца тренировки еще час 15. Уже 45 минут прошло. Ну, буду сидеть и ждать. На улице очень жарко, очень. А я вот она. Уже вся мокрая. Не стала брать никакую шляпу. Ничего еще. Думаю, шляпа это скаться не захотела. Все, будем ждать. Девочки наши занимаются. У них сегодня хореография. В общем, разные упражнения там делают. В общем, хорошо, что тут форточка открыта. Я вот тут как раз на лавочке под форточкой сижу. И, в общем, мне немножечко воздуха достается. Я думаю, часик еще можно потерпеть. И, в общем, нормально. Я не стала снимать то, что я покупаю. Ну, что я взяла? Хлеб, лук. Это то, что я вспомнила. Взяла вот такую скумбрию. Захотелось мне. Во-первых, я думаю, сейчас буду пока жара здесь сидеть. И надо брать такое продукты готовить. Ну, здесь не так-то жарко. Но такое, чтобы оно не растаяло. И взяла вот эту скумбрию. Думаю, надо попробовать ее. Она тут уже все готовая. Картошку сварил. Раз и все. Хочется, честно говоря, в такую жару очень сильно не возиться с плитой. В общем, как можно реже печку включать. Взяла вот такой кекс с изюмом. Венский написано. Ну, мне нравится с изюмом. Попробуем. Так. Взяла лук, черешня. Была по 200. Была по 220. Ну, я беру такую, которая сладкая, вкусная. Пусть будет дороже, но чтобы удовольствие получить. В общем-то, вот в этом пакете все. А вот в этом пакете, девочки, я тут набрала вот как раз вот эти вот вкусняшки. Тут разные булочки там с яблоком, с маком. Что еще я взяла? Баклажаны, котлеты взяла готовые, чебуреки. Это все такое, знаете, уже готовое, охлажденное. Дома только разогреть и кушать. В общем, я уже пробовала. Чебуреки мне понравились, котлеты мне понравились. Свеклы чуть-чуть взяла, баклажаны. И вот рулет с маком, с яблоком. Вкусные такие вот. Вообще у них продукция вкусная. И сочники тоже вкусные. Короче говоря, взяла. Так что я запаслась на полнедели, наверное, не знаю, на неделю. Что-то, ну, хватит надолго теперь мне еды. Чтобы лишний раз из дома не выходить и печку лишний раз не включать. Вот так вот обходиться. Ой, я сижу тут под форточкой. И форточка так обдувает. Легкий такой ветерочек на меня. Так хорошо. Девочки, утром помыла голову, ложила волосы. И вот из-за того, что голова мокреет прямо, у меня уже все. Крутас в разные стороны. Так что, если у меня прическа будет сегодня непонятная, значит, не обращайте внимания, что делать. Голова чистая, но она у меня просто мутная вся. Так, ну все, сейчас посижу в телефоне. Хорошо, что взяла очки. Поиграю там в какую-нибудь игрушку. В общем, часик еще надо мне подождать, потерпеть. Хорошо, что я сижу на легком таком сквознячке. И, в общем, не так-то и страшно пережить жару. Настю потом заберу и бегом домой. Дома сейчас прохладненько. Я сплит оставила включенную, благодать. Там сейчас 26 градусов, классно. Придем домой, расслабимся, покушаем. Будем отдыхать, что-нибудь делать, в общем, посмотрим. Что-нибудь включим интересное по телеку, как мы фильм посмотрим вместе. Совместный какой-нибудь, знаете, такой семейный. Чтобы было интересно и Насте смотреть. В общем, у нас сегодня такой будет день, знаете. А отдыха расслабуем. Не будем напрягаться. Ну, что, как супчик. Мы уже дома. Я сказала, Настя, супчик сначала покушаем, а потом разные вкусности будем кушать. Вкусности разных набрала я всяких. Ой, Настя, какая молодец. Все съела. Даже забыла, что морковку не ешь, да? И морковку съела. Все, вкусный супчик. Все, Настя относит это все. Мойку молодец, помощница у меня растет. Ну, все, сейчас будем показывать вкусности. Будем пробовать вкусности какие-нибудь. Все, ставь моечку, я сама помою. Давай. Девочки, очень хорошо, что не нужно искать фильм. Идет Д'Артаньян и Три Мушкетера, наш русский с Михаилом Боярским. Вот я открыла вот этот вот кекс, который я брала в магните, девочки, венский кекс с изюмом. И вот выглядит он аппетитненько. Компотик у нас, да? Настя, ну на, бери, пробуй, давай. Попробуй, скажи, понравится он тебе, вкусный или невкусный. Я тоже сейчас возьму, попробую. Не вкусный. Не вкусный? Вкусный. Вкусный? Так ты громче говори. Если я не слышу, подписчики тоже тебя не услышат. Вкусный. Угу. Девочки, я тоже пробую. Хорошенький, вкусненький. Да. Можно брать. Девочки, ну что я взяла в Кущевском? Это вот я взяла опять свеклу на 60 рублей. Баночка потянула. Вот это тоже на 60, на 59 рублей. Это баклажаны. Ну здесь их меньше. Баклажаны там с чесноком, с сыром, с зеленью. В общем, вкусные. Это кулебяка. Это пирожок с малиновым джимом. Это с яблоком натуральным. Вот эти я взяла для Насти. Сочники вкусные. Я в прошлый раз брала песочный. Очень сочный такой сочник. И там творог хороший. Очень мне понравились вот эти чебуреки. Они уже готовы. Их только разогреть в микроволновке. Ну вот 88 рублей стоит 4 штуки. Мяса там достаточно. Очень вкусные чебуреки. Я их сейчас, не знаю, либо охлажу, либо прямо в морозилку положу. Потом можно будет разморозить, поесть. Взяла 4 котлеты. Котлеты понравились. Тоже очень вкусные. Котлета дачная. Ну называется, это здесь свиная котлета. 138 рублей 4 штуки. В общем, 434 рубля. Вот. В общем, котлеты крупные такие. Прям одной котлетой можно насытиться. Они, честно говоря, прям, я их даже холодные люблю есть. Но можно разогреть, и все. Вкусные котлеты. И вот этот рулет с маком. В прошлый раз я брала такой вот плетеный. В этот раз, я говорю, какой лучше? Вот такой рулет с маком или плетеный? Она мне сказала, что этот вкуснее вроде как. Ну попробуем, в общем, для разнообразия. Вот. Ну и черешни килограмм еще взяла. В общем, у нас сегодня есть с Настей чем наслаждаться. Занимайте места согласно купленным билетам. Начинаем смотреть фильм «Храброе сердце». Я его смотрела давно очень. Мне понравился этот фильм. Ну это такой детский фильм. Фильм-мультфильм. Сюжет очень хороший. Я его в кинотеатре смотрела. Так что будем смотреть. Ну что, видео подошло к концу. Всем пока-пока. Видео еще не подошло к концу. Папа позвонил, сказал, Настя сейчас уже забирает. Сейчас через две минуты он будет. Вот. Я решила Насте дать этот костюмчик сейчас. Пускай она в нем в садик там ходит. Сейчас на улице жара, 36 градусов. Поэтому вот этот трикотажный костюмчик розовый. Очень хорошо смотрится, да? И все, и можешь в нем пока гулять. Но со мной видео уже к концу подходит. Со мной. Не с тобой видео к концу подходит? А ты хочешь сказать всем до свидания? Всем пока. Видео подходит к концу. Нет. Ты скажи всем до свидания и до новых встреч. Всем до свидания. До новых встреч. Пока-пока. Молодец. Все. Ну что, девочки. Настя была права. Я действительно решила закончить это видео. Я посмотрела по времени. Наснимала я уже достаточно. И я хочу завтра его уже утром. Я только по утрам сейчас, пока прохладно, могу монтировать видео. Вот. Я его хочу смонтировать, чтобы вовремя вы его увидели. Ну, а завтра, если будет что-то интересное, я начну новое видео. Я, кстати, заметила. Я сегодня вот в таком цветастом сарафанчике. Ну, на улицу я в нем не пошла. А дело то. По дому очень нравятся мне. Такие яркие цветочки, красивые. Вот. Настю папа забрал. Настя пошла домой. А я включила сейчас и буду продолжать смотреть свой сериал. Хэмлок Гроув. Уже второй сезон. Ну, это мистический такой триллер. Там, скажем. Ну, это не для детей. В общем, немножечко там страшные моменты есть. Но, в любом случае, вот мне нравятся такие фильмы. Ну, по крайней мере, он меня увлекает. И там есть интрига. И я с удовольствием смотрю, что же будет дальше. Что же будет дальше. Ну, и так далее. Не буду ничего рассказывать. В общем, девочки, прощаюсь с вами. Уже выключила сплит. Я открыла окошко сейчас. И буду лежать, наслаждаться сериалом. И потом уже буду спать. Все. Кому видео понравилось, как всегда, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok